Пятая глава Бессудья Магги описывает остальные косины, то есть как бы косина земли, она как такой эталон, рассматривалась в четвертой главе, на базе которого уже рассматривались основная техника, джханы и так далее. Дальше он рассматривает остальные, то есть этой землей не ограничивается. Но вообще вот эта медитация на косины, она больше всего походит на то, чем занимаются в йога-сутре, то есть индуисты, соответственно, критикуются периодически к ней буддийской, но, насколько я понимаю, в сутрах вполне все эти косины есть, то есть эти медитации также могут быть полезными. Косина воды, то есть это медитация на элемент воды. Ну, в тексте он говорит, что в принципе можно медитировать просто на любую воду, как бы представляя ее абстрактно, что это элемент воды. Но это реализуют те, у которых есть определенный опыт в прежних жизнях, то есть он может просто плыть на корабле и смотреть на океан, и это будет медитация на воду. У кого нет опыта, они делали специальный предмет, например, в данном случае они наполняют чашу водой, ставят ее как физический символ, должна быть чистая вода, не грязная, и концентрируются вот именно на идее воды. Повторяют слова там для воды, дождь, жидкий, роса, лучше просто вода, вода, вода. Далее, как бы возникает учебный знак, и потом знак двойник, это уже в сознании. То есть учебный знак, это когда он просто вот эту чашу запомнил, он ее себе представляет. Там в ней могут быть пузырьки, она может быть нечеткая и так далее. А двойник это уже такая абстрактная идеальная вода, она там выглядит как хрустальный диск зеркала, то есть неподвижная. Вот опираясь на двойник, то есть на идею воды, он реализует уже все последующие джханы, так же как с элементом земли. Кассина огня аналогична, то есть в принципе, если опытный человек может на любой огонь, если нет, то специально зажигает костер, смотрит на огонь, и также то есть концентрируется на концепте. Сначала он видит реальный вот этот огонь, то есть закрывает глаза, и вот этот костер, который перед ним горит, уже он его себе представляет. Дальше он уже видит идеальный огонь, неподвижный, как написано, либо как столб он выглядит, либо как красная тряпка, и с опорой вот на двойник достигает доступ к джханы. Аналогично воздух, то есть чтобы воздух представить, то сначала они смотрят на то, как ветер колышет, допустим, какие-то растения, либо как ветер к коже прикасается, на этом он концентрируется. Дальше вот концентрируясь на прикосновении ветра, повторяют различные эпитеты ветра, и затем просто слово ветер. Вот, и соответственно у них дальше уже вот эти учебные и двойной знакы кто-то описывает. То есть сначала он представляет как бы некий такой вихрь, как учебный знак, а потом он представляет такой тихий ветер, то есть через абстрактную идею ветра, и на ней концентрируется, достигая вот этих состояний необычных. Дальше есть цвет, то есть концентрация на определенный цвет. Ну там в зависимости от психического типа подбирается, как там выше было. То есть чтобы успокоиться, более спокойный цвет, а чтобы наоборот как бы разогнаться, то допустим красный там какой-нибудь. Опять же, если у человека есть определенный интеллектуальный уровень, он может на любой синий цветок, на любую синюю ткань медитировать и представлять это как синий абстрактный цвет. Если нет, то они специально берут синие цветы, ставят в корзину, вешают синюю ткань, делают синюю мандалу, то есть круг такой, допустим синего цвета, окруженный другим цветом, и на него смотрят, повторяя, синий-синий-синий. Когда он получает учебный знак, он видит вот эти вот самые цветы, которые он поставил. Если, когда уже на двойник, то есть на абстрактный синий, то он видит его как веер такой в космосе. Аналогично желтая, красная, белая, косины, то же самое, только цвет другой, цветы другие подбирают. Косина света, вот это я бы рекомендовал манихеям, собственно мой объект. Во-первых, у нас свет это образ Бога, то есть когда мы на свет медитируем, получается мы символически медитируем на Бога, концентрируемся на идее Бога. Во-вторых, когда ум успокаивается, он сам по себе как бы светится. То есть я считаю, что так легче, потому что мы медитируем на свет, начинаем медитировать на вот это естественное свечение ума, внутреннее. И как бы вот это проще, чем представлять там какие-то объекты, концентрироваться на них и так далее. Если есть заслуги, то можно от любого луча света представить божественный свет и медитировать на любой луч. Если сознание не сильно развито, то делать какой-то сияющий круг, и смотря на нем повторяют сияние, сияние, свет, свет. Если это не получается, то можно зажечь лампу, закрыть горло сосуда, как там описывается, сделать дырку и ставить дыру к стене, то есть смотрят вот на этот круг на стене. На него смотрят и повторяют свет, свет, свет. Вот позднее уже в уме появляется учебный знак, то есть как бы круг вот этот на стене видят в уме. И двойник воспринимается как яркое скопление света, как тут написано, но это наиболее, видимо, частый случай, то есть может, как при этом медитации, вот по моему опыту, могут какие-то символы появляться, близкие вот к свету, допустим, там небо, белая свастика и так далее. Но, как правило, да, просто видно, как это как вспышку, то есть тут описано, как это обычно видно, то есть это да, то есть видно просто как яркое скопление света. Ну и тоже, значит, концентрируясь вот на этой идее света и на этой яркой вспышке, которую видишь, достигаешь всех вот этих состояний, то есть доступа первая джхана. Первая джхана – это когда теряешь ощущение тела от радости, созерцая этот свет небесный. Это как бы уже признак, что уже в высшей степени концентрации пришел. Кассины пространства. Если есть заслуги, то на пространство можно на любую дырку смотреть и представлять абстрактное пространство. Если нет, то специально монах делает дырку в стене или в коже и смотрит в дырку, повторяет пространство в пространстве. То есть тут концентрация должна быть на идее чего-то пустого и незаполненного. Учебный знак – это когда он видит эту реальную дыру только в уме. Он может эту реальную дыру не может расширить, то есть он представляет просто как именно вот ту дырку, которую он там в стене пробил. Дело в том, что эти же медитации, они для людей разного уровня. Есть уровни, люди с конкретным мышлением, как правило, дебилы, да, то есть уровни с низким уровнем интеллекта, у них обычно конкретное мышление. То есть вот им пока дырку в стене не пробьешь, они пространство не представят. Поэтому как бы вот с самого начала говорится. Но он учитывает, что есть люди с нормально развитым мышлением, то есть они могут, видя любое пустое место, абстрагироваться и представить пространство. Об этом он говорит. Ну просто, он же для всех людей это пишет, поэтому некоторым людям нужно какой-то образ. Вот он про это и рассказывает. Двойник выглядит как абстрактный, абстрактный круг пустой, и можно его расширить. То есть расширение, да вот представляешь, вот этот объект большим заполняет всю комнату. Вот свет, допустим, свет, вся комната в свете, да, то есть не просто свет у тебя во лбу, как он первоначально видится, как вспышка где-то вот между бровями. Свет заполняет всю комнату, потом представляешь, что свет заполняет там город, в котором живешь, да, свет заполняет мир и так далее. Вот это расширение знака. Также и пространство можно расширять. После этого он описывает развитие сверхъестественных сил. Ну вот это традиционное представление, как говорится, можно верить, можно не верить. Это вот как они считали. Считается, что сверхъестественные силы развиваются где-то, по-моему, на третьей, на четвертой очагании, то есть при очень высоком уровне концентрации. При концентрации на землю может становиться многими телами, ходить по воде и создавать самостоятельно землю, йог. При концентрации на воде может тонуть в земле, колдовать дождь, шторм, создавать реки, моря, сотрясать камни и так далее. Ну и в общем вот дальше можно почитать все, что они могут, те, кто достигают высоких уровней концентрации на этих объектах. То есть поскольку в наше время много шарлатанов расплодилось, тут опять же нужно сказать, что вот эти вещи, они должны все жестко проверяться. То есть если человек утверждает, что у него эти способности есть, но у него нет, он по буддийским понятиям изгоняется из монашества, потому что это крупный уровень мошенничества. Поэтому если у кого-то эти способности есть, то лучше о них вообще не рассказывать. И, кстати, это и предписывается и в христианских, и в буддийских текстах. А если он про это рассказал, утверждает, что они у него есть, он должен это жестко доказать. Причем ни один такой шарлатан, насколько я понимаю, вот в наше время не смог доказать, что он там может по воде ходить. Вот объективно, чтобы пришли люди, которые в это не верят, чтобы они его проверили. Пока таких данных нет. Возможно, какие-то люди этого и достигают, раз это в традиционных источниках есть, да? Но эти люди хорошие, и они про это не рассказывают. А ну вот дальше он там в конце рассказывает, как косина расширяется, вот то, что я говорил. То есть косину можно расширять по направлениям, допустим, вверх до неба представляешь свет, вниз до земли, вокруг тебя свет, в одном направлении, во всех направлениях. То есть вот это расширение косины может быть как по направлениям объекта медитации, так оно может быть по уровням пространства. Дом там, комната, город, страна и так далее. То есть вот любой такой знак, он может расширяться. Не могут развивать косины люди с плохой кармой, которые вызывают немедленный эффект, то есть убийцы, например. Люди с ложными взглядами, то есть не буддистами. А также кастраты, вот поскольку тут кастраты поминаются все-таки, я думаю, что связаны как-то с половой энергией, почему и говорится, что только монашество. То есть я думаю, что для достижения высоких уровней медитации нужна половая все-таки энергия, которая при этом не расходуется на секс. Поскольку тут упоминаются кастраты и тесно увязаны эти медитации с монашеством. Но это моя как бы вот теория, он прямо об этом не говорит. Буду огошиваться. Не могут развивать люди, которые не имеют веры в три драгоценности, не имеют правильных взглядов, не интересуются медитацией. И также любой другой объект медитации они не могут развивать. То есть он при этом еще раз просто подчеркивает, что вот эти все практики, они не являются просто вот колдовством. Потому что это и в его время было распространено и в наше, когда считают, что просто нужно вот какие-то делать колдовские обряды или вот эти вот медитации колдовские, и ты станешь колдуном. А он это увязывает именно с духовным развитием, с правильными взглядами, с отсутствием человека страстей и так далее. То есть те люди, у которых нет правильных взглядов, которые не имеют правильной мотивации на освобождение, они как правило это все имитируют. То есть им кажется, что они медитируют, им может даже казаться, что у них какие-то необычные способности, либо это просто мошенники, которые врут, чтобы обманывать людей.